Всем привет, кто заглянул на мой канал. Сегодня у нас будет сверхскоростная пересадка орхидеи. Пересадка займет от силы секунд 7-8. Я еще такого не демонстрировала. Значит, вкратце расскажу. Это уценочная орхидея. Купленная, ну просто так повезло, в очень хорошем состоянии. В адекватном состоянии весной этого года. Купленная в уездном городе Вязьма, совершенно случайно пробегая по местному рынку. Я увидела магазинчик с орхидеями, зашла и не устояла. Набрала очень много уценок, которые там были. Голландская какая-то неизвестная мне фирма-поставщик. Обычно, если я беру голландцев, то в московских крупных каких-нибудь гипермаркетах и так далее. А здесь был необычный какой-то вообще дизайн горшка и упаковки. И я подумала, дай-ка я попробую именно этого, ну скажем так, продавца. Буквально два нижних листа пришлось мне весной удалить. Корневая система была в очень хорошем состоянии. Плюс она еще за весну и лето нарастила. Вот эти вот более светлые участки корней, это то, что выросло у меня. Она охотно ветвила и продолжала старые корни, имевшиеся на тот момент. Но она очень неохотно наращивала новые. Вернее, честно скажу, она их вообще не наращивала. Посмотрите, несмотря на то, что внешний вид у нее прекрасный. Посмотрите, какой тургор. Вот. Какая плотность листьев, к сожалению, камера это не передает. Но, поверьте мне, они похожи на кожаные ремни такие мужские. Так, это ожог. Благодаря мне я молодец. В марте или в апреле оставила ее без притенения на окошке. Так, что у нас проблемного? У нас проблемная шейка. Посмотрите. Вот такие вот черные пимпочки, это попытки орхидеи нарастить некогда корешки. Попытка безуспешная была. Также была попытка нарастить вот эти вот два корешка. Один сантиметр сейчас в длину. Как был при покупке, так и остался. Второй три сантиметра. Значит, смотрите, если орхидея начинает отращивать корни, пошел процесс корнения, корнеобразования от шейки, то она должна, если она в адекватном состоянии, здоровом, она должна нарастить достаточно приличную длину, прежде чем отправиться на покой. Если у орхидеи есть период покоя, то до него она должна отрастить новый корень на очень приличную длину. Если этого не происходит, то значит в резоме у симпадиальных орхидеи или в шейке вот этой вот, да, в стебле, у монопадиальных орхидеи, как фаленопсис, ванда и так далее, значит там есть проблема. И эта проблема не дает корням выйти наружу. Это не потому, что я сушу свои орхидеи, да, как может показаться. Я их не сушу. Я даю им столько воды, сколько им на самом деле надо и ни капли больше. Вот. Вот эти черные пимпочки, они ведь не у меня появились, понимаете. Они были при покупке. Вот чернота какая-то, зачистить бы ее. Основания старых корней тоже черные. И о том, что там есть проблема, свидетельствует тот факт, что ни одного нового корня из этой на вид крепкой чудесной шейки за 6 или 7 месяцев, что орхидея живет у меня, не появилось. Старые корни, старые корни, еще раз покажу, вот они замечательно продолжали свой рост. Вот. У меня есть несколько орхидеи, которые по году после покупки не пускали новые корни, а наращивали старые. И только благодаря тому, что я вот эту вот шеечку держала в сухости, периодически обмазывала ее фундазолом или присыпала сухим фундазолом, вот, только благодаря этому у нас какие-то прогрессы намечались. Так, ну что, приступим к своей скоростной пересадке, да? Итак, делай раз. Делай два. Ну вот, собственно, наша посадка и завершилась. Я единственное раздобуду пенопласт и кусочком пенопласта, вот так вот по краям, в трех или четырех местах, просто закреплю ее, чтобы она не болталась. Ашановский за 13,5 рублей купленный горшок, он без дренажных отверстий, на дне камня, чтобы при поливе, когда-то он уже будет, этот полив, да, после нашего эксперимента, вот, чтобы вода скапливалась там внизу на дне горшка под камнями, чтобы корни сами этой воды до следующего полива не видели. Пускай она внизу там болтыхается, я буду ее периодически сливать, если она будет там скапливаться. Значит, в чем суть эксперимента? Я хочу посмотреть, на сколько дней или недель хватит возможностей этой орхидеи. Потому что когда я людям говорю, что орхидеи, корни, это, скажем так, влагозапасающий орган, да, их не нужно поливать так часто, как часто делают люди. Корням орхидеи совершенно не обязательно вот это, вот, знаете, размачивание по мере просыхания субстрата. Потому что, вот смотрите, субстрата у меня нет. Вчера я полила вечером эти корешки, замочила их минут на 40-50 в фитоспорине, потому что последняя обработка была вообще в мае у меня, за летом уж не обрабатывал. И, и все, и они просохли. Я думаю, что к 3 часам ночи они уже были сухие. Так вот, что же, если у меня, ну, субстрата, сустие субстрата, если у меня все просохло, а мне теперь с утра опять их надо размачивать? Вот этот, вот, знаете, штамп распространенный, который ходит по форумам, по интернетам, о том, что орхидеи нужно поливать по мере просыхания субстрата, это мало того, что очень вредная штука. Потому что люди ведутся на это и начинают мочить свою орхидею тут же, как только верхний слой коры там просох, или им почудил, что внутри горшка зеленые вчера корни, да, бывшие вчера зелеными, корни стали сегодня серебряные. Ну и что, ну, вот у меня корни стали серебряные. Дальше что, мне их что, опять пойти размачивать? Там внутри, под прочным слоем виламена, а у этой орхидеи он очень прочный, виламен, если вдруг кто не знает, это оболочка корня. Там внутри, вот этих вот толстых червячков, там есть такая, как проволочка, длинная, тонкая, это и есть настоящий корень. Все, что вокруг, это оболочка защитная, она губчатой структуры. Как губка, знаете, вот вы губку для посуды берете, мочите ее водой. Все внутренние, вот эти вот, сейчас сфокусируюсь, оп, вот все внутренние пустоты губки тут же заполняются водой. Так же происходит и при поливе орхидеи с ее корнями. Внутри этого, под виламеном, внутри вот этой защитной оболочки должен осуществляться газообмен, воздухообмен. Если вы постоянно свои корни держите влажными, то не воздух заполняет все эти пустоты, как должно быть. Потому что орхидея должна дышать, корни должны дышать, чтобы они не задохнулись. Так вот, если вы все время размачиваете корни своей орхидеи, то у нее внутри вот этой вот оболочки пористой, губчатой, у нее не воздух, у нее вода. А вода, ну, собственно, как и в системе водопровода, если где-то застой воды есть, сами понимаете, да? Так вот, корни орхидеи после полива, даже если они вот так вот мгновенно высохли, это не значит, что их нужно снова поливать. Внутри каждого вот этого вот корня очень-очень большой запас влаги, которого орхидеи хватит на очень-очень долгое время. Я сейчас говорю про хорошую, крупную, разветвленную систему корней, адекватную размеру ботвы соответствующую, да? Опа, извините, иногда камера не фокусируется. Так вот, если баланс, если соотношение верха и низа, если этот баланс соблюден, то той влаги, которую вчера орхидея получила при поливе, запаса этой влаги хватит очень-очень надолго. Я бы не стала брать для этого эксперимента орхидею, которая была бы вот такая вот мощная, посмотрите, достаточно крупная, да? Упс, верхняя часть. И мало корней. Нет, естественно. Малое количество корней не продержится, да? В смысле, не позволит тургору листьев продержаться достаточно долго. Нет, я взяла для эксперимента орхидею, у которой соотношение очень хорошее, верха и низа. Что мы будем делать? Мы посмотрим, сколько от орхидея продержится без воды. Я буду делать съемку от трех до пяти раз в сутки. Причем, чтобы вы не подумали, что я эту орхидею полила очень несколько дней, там, или там, часов, да, корни высохли, и я вдруг вам демонстрирую уже корни после полива, вот, я буду с периодичностью в несколько часов, скажем так, делать съемку времени на экране компьютера. На сайте Mail.ru отражается дата и время. Вот, и буду демонстрировать вот эту вот корневую, чтобы никто не подумал, что я втайне поливаю от орхидеи. Так что будем видеться в ближайшие несколько недель, чуть ли не несколько раз в сутки. Я бы сделала компоновку, но меня же потом обвинят, что я сняла сухую орхидею, а потом эти участки видео нарезала в перемешку с актуальными датами. Так что будем видеться чаще. Заходите, смотрите, проверяйте.